Замести следы с помощью кислоты. Как черные лесники на Буковине высококачественное дерево рубят и почему бездействуют экологи? Наши журналисты провели расследование. Продолжит Ольга Паломарюк. Это лесополоса вдоль дороги к райцентру Вижница. Здесь сплошные пеньки. Несколько дней назад неизвестные срубили десятки деревьев. Вот приблизительно 70 сантиметров, если точнее 68-69. Вот свежий, разрезанный от него, остался только кусок. Общественный активист Дмитрий Курик показывает, что осталось от столетнего дуба. Лучшую часть дерева дельцы вывезли, оставили верх ствола и ветки. Но больше всего Дмитрия поражает то, как расправились с пнем. Его облили кислотой, чтобы казался ветхим. Что смотрит на кислоту, на какое-то масло. Они собирают только то, что цены от дуба. Как мы знаем, где-то метров 4-5 делового столбора. Только на этом участке общественники насчитали десяток дней и все в нескольких метрах от дороги. Там по следам видно, что тут работали и тракторы, и с конем приходили. Но для того, чтобы сделать это поза людской внимательностью, без людских очей, это делается в ночи. Это делается краткома. Это делается тихенько. По посчетам активистов всего вырезали дубов на миллион гривен. Масштаб экологических последствий оценить сложно. Первое, это защитная смуга для дороги. А по-другому, это же рубаются не молодые дерева, рубаются вековые дерева, которые вместе с этим служат населениями. Мы просто генофонд снищим из-за того, что кому-то захотелось заработать. А вот экологи о незаконной вырубке ни сном, ни духом объясняют, чтобы провести расследование, должны сначала получить письменное заявление от местных жителей. Разобраться обещают и правоохранители. На данный час проводится проверка. Полицейские становлюют оси, причетных к данной вырубке. Но пока одни думают, а другие ждут заявления, деревья продолжают рубить. И если дельцы не снизят темпы вырубки, трасса вскоре останется без ветрозащитного барьера. А значит, зимой на этой дороге не избежать снежных заносов. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновицкая область. Продолжение следует.